Врачи Центра профпатологии проводят последние приготовления перед командировкой. В нынешнем году она будет больше по своим масштабам. На этот раз врачи отправятся в путь сразу по двум направлениям. У каждой группы на вооружении по четыре передвижных медицинских комплекса. О том, когда медики отправятся в путь, расскажет Наталья Акст. Надежные машины на базе КАМАЗов готовы преодолеть практически любые препятствия и добраться до самых отдаленных и труднодоступных поселков Югры. Перед дорогой передвижную поликлинику укомплектовывают необходимым оборудованием и расходными материалами для работы. Первая группа медиков в составе 14 человек стартует завтра утром. Это специалисты разных направлений. В частности, вести прием будут хирург, терапевт, гинеколог, невролог, отоларинголог и ортальмолог. Первым делом они посетят Кандинский район. Также в планах у врачей проверить здоровье югорчан, проживающих в Березовском, Октябрьском, Белоярском и Нижневартовском районах. Слово, на этот раз к зимнему рейду подключились новички. Приемственность никто не отменял, и мы уже более старшее поколение докторов хотим передавать свои знания и опыт молодежи. Поэтому прекрасно, когда едут молодежь и более старшее поколение. Конечно, в поездку уезжаешь надолго, на два с лишним месяца. Естественно, хочется, чтобы что-то напоминало о доме. Поэтому, конечно, с собой всегда есть фотографии родных. Пусть они в телефоне, либо в планшете, но они есть. Вот. Ну, я досуг провожу. Электронная книга у меня есть. Во второй бригаде будет работать 16 медиков. Они отправятся в рейд 13 января. Им предстоит обследовать жителей Нижневартовского, Сургутского и Хантамансийского районов. До конца марта в общей сложности врачи Центра профпатологии посетят больше 40 труднодоступных поселков. В прошлом году их было вдвое меньше. Расширить географию работы мобильных комплексов удалось за счет новой спецтехники. Ее закупили в рамках нацпроекта здравоохранения. Наталья Акст, Александр Шулдиков, окружная телерадиокомпания «Югра», Хантамансийск.